Домохозяйка Расторгнуть наш брак И разделить наше совместно нажитое имущество Мы в браке вот уже 5 лет Детей у нас нет Причина развода это Внебрачный сын Моего мужа Который О существовании которого я узнала буквально Совсем недавно, это как снег на голову Оказался ребенок К тому же больным И муж, собственно говоря, не посоветовавшись Со мной Его усыновил Признал отцовство И привел в нашу квартиру Нет, нет, естественно, не усыновил, видимо А установил отцовство, вы имеете в виду Хорошо, ваша тесть, наверное, это так Просто я волнуюсь И крайне возмущена его поступком Потому что я считала, что Мы семья, и мы коллегиально все решаем А здесь оказалось, что Он принимает решение и ставит меня По факту в известность Крайне возмущена И в то время, когда я Обустраивала наше гнездышко Он занимался какими-то своими делами Я считаю Я любила этого человека Я считаю, что он меня обманул На стороне у него оказался ребенок Который он завел с женщиной Совершенно неизвестной Я не знаю, как жить после этого С этим человеком И, собственно говоря, Прошу суд разделить наше совместное имущество Мы после брака Спустя 4 месяца после свадьбы Купили квартиру Эта квартира стоила 1,6 млн 500 тысяч у меня было до свадьбы Свои собственные деньги 500 тысяч было у мужа И мне пришлось дозанять Чуть больше 500 тысяч Бегать, спрашивать Умолять людей, чтобы они нам дали взаймы Чтобы не обращаться в банк за кредитом И у меня есть с собой долговые расписки Мы с ним купили квартиру 56 метров Думали, что у нас все будет хорошо Думали, что будем жить в мире Что будет хорошая семья А теперь оказалось, что я Собственно говоря, расплачивалась По этим долговым распискам И, собственно говоря, считаю Что поделить имущество надо Именно в долях 2 трети мне Потому что основной долг был на мне Основная сумма, которая гасила За квартиру Это моя сумма Соответственно, 2 трети мне 1 треть мне Простите, истец Вы же погашали Вот эти денежные обязательства В период брака, правильно? В период брака То есть из средств семейного бюджета Из средств семейного бюджета Но у меня есть долговые расписки Люди мне Я говорю о том, как вы выплачивали этот долг Правильно? Ваша честь Отвечу, минуточку Квитанство у меня Вы выплачивали эти долги Из средств семейного бюджета Поскольку они покрывались В тот момент, когда вы были в браке Вы, например, могли С ответчиком заключить соглашение Кто и в каком объеме Погашает указанные долги Или могли заключить, например Брачный договор Который предусматривал Как гасится задолженность И при расторжении брака С учетом того, что там Один супруг столько-то погасит Другой столько-то погасит Квартира там будет разделена В таких-то долях К сожалению, любовь слепа Я верила этому человеку Я поняла Скажите, пожалуйста Истец, кроме квартиры Что-то еще заявляется Вами Да, у меня есть список Имущества То есть я предлагаю Мебель Холодильник Мягкую мебель Кресло и диван Столик журнальной Книги, ноутбука Пусть забирает муж Я не возражаю А то, что мне подарили Мои родственники и друзья Это армянский ковер дорогой Это ваза редкая Это, собственно говоря Телевизор, который я купила Да, я считаю Что он должен остаться Собственно говоря Ме Будьте добры, пожалуйста Мне перечень имущества Свидетельство о заключении брака Расписки, на которые вы ссылаетесь И документы на квартиру Через судебного пристава Передайте, пожалуйста Так, ответчик ИСОМ заявлено Два исковых требования Первое О расторжении брака И второе О разделе совместно Наштого имущества Скажите, пожалуйста Вы на расторжении брака Согласны Или вы возражаете Против расторжения брака Нет, Ваша честь Не возражаю Естественно, что Вот даже и сейчас По словам Моей жены Видно, что Жить нам больше Невозможно И я тоже Любовь зла Да, вот Полюбишь Так вот говорится То есть Вот сейчас Лариса проявилась В полной красе Особенно Вот здесь С этими словами Вы знаете Ваша честь Ну, квартира Квартира Понятно Простите, ответчик А вы имеете в виду Что истец Что значит Проявилась в полной красе То есть Истец Ваша супруга С которой вы совместно Проживаете Вдруг узнает Что у вас Не только Есть небрачный Ребенок Но еще узнает О том, что вы Признались Отцом ребенка И насколько я поняла Вы еще Как бы Он живет сейчас Вместе с вами Да, конечно А в этой ситуации Вы не считаете Необходимым Спрашивать у вашей супруги Вообще Согласна ли она На это Ваша честь Здесь Не так все просто На самом деле Ну, что касается Там квартиры Да, тут понятно Мы Складывали деньги Можно сказать В равных долях У меня было 530 тысяч У нее 500 Еще занимали В процессе Жизни Эти долги Выплачивали Квитанции Оплачивал я Не верьте Ваша честь Он вводит вас Ваши деньги Она утверждает Что она оплатила Там не она Я Сейчас Ваша честь Даже Ну, наверное Не это самое главное Что касается Ребенка То, в вашей чести И я не знал О том, что у меня Есть ребенок До брака До брака Естественно Я взрослый мужчина Я встречался С женщинами Вот Ирина С которой я Некоторое время Общался Она Забеременела И родила Ребенка Но меня об этом Не поставило В известность Мало того Она и самостоятельно Его воспитывала Я совершенно случайно Совсем недавно Узнал о том Что у меня есть ребенок Мне об этом друзья сообщили И им передали Там родственники Не стройте себя в жертву Вот Я не жертва Я очень даже не жертва Жертвой ты меня делаешь Лариса И это Это сейчас очевидно Когда я узнал о том Что у меня есть ребенок И мало того Ирина находится Сейчас она Она в больнице Она в хосписе лежит Она онкологически больная Она можно сказать При смерти И ребенка у нее забрали Забрали в школу-интернат Там Ну как ему Восемь лет Он детеныш Совсем домашний ребенок Как он будет Мой сын будет в интернате Как я Ваша честь мог поступить Вот как я мог поступить И я об этом только узнал Естественно Я его оттуда забрал Естественно Я его привел в дом Мы С Ларисой Когда Ну Только начинали жить Но я же Я тоже не знал Я же тоже не знал Ну хорошо Ответчик Но вы узнали Ну вы узнали Ответчик Узнали Почему в тот момент Когда вы узнали все эти обстоятельства. Почему вы не поговорили с вашей супругой? Ваша честь, это мы дальше сейчас и поясним все. Вот тут я и говорю, как она сейчас вот себя проявляет. Мать, да? Я не мать ему. Я ему никто. Значит, ваша честь, вот мы только начинали жить. Естественно, я взрослый человек, да? Я хотел семью, я хотел детей, я хотел полноценную семью и хочу ее. Что теперь уже наверняка невозможно благодаря предателям. Со мной нет. Так вот, Лариса говорит сначала, вот давай мы, Егор, поживем для себя, давай немножко накопим, давай немножко там это, обустроимся и только потом будем детей делать. Потом она начала, прошло время, значит, с долгами рассчитались. Я говорю, ну давай ребеночка заведем. Она говорит, ой, ты знаешь, у меня не получается, ой, вот я не могу, вот где-то что-то не так, вот там то и все. И понимаете как? А тут вот появился ребенок, да? Появился вот готовый сын. Ну почему нет? Ну, мать же женщина, да? Ну, нет бы мне помочь, наоборот. Я не мать ему. Ну, мать не мать, ну... Я ему абсолютно по сторонам не человеку. Ну а как ребенка на улицу, что ли? Да подождите, ответчик, ну для этого, ну... Тем более... Я вас слушаю, вы на мой... Ваша честь. Подождите, ответчик, на мой взгляд, вы поступили абсолютно правильно. Зачем нужно собственного ребенка оставлять сироту? Я могу с вами согласиться, но с другой стороны, дайте возможность иститься выбора. Ну почему вы ее лишили? Так а кто ее лишает-то? Ну так вы... Я ее наоборот просил, Ваша честь. Я просил, да, вот она... Она его вообще не принимает, она никакого не принимает. Ты сам не занимаешься своим ребенком. Ты на меня его повесил. Неправда это. И ребенок стоит на ушах. Неправда, да, он немножко там... Все ломает в квартире. Ваша честь, он инвалид, он слеповат, у него координация движений нарушена, за ним реально нужен уход не одного человека, а двух-то, как минимум. Вот. А она его вообще не признает. И как? Естественно, я... Я поэтому говорю, ответчик, в тот момент, когда вы принимали решение, что вы ребенка забираете и что вы признаете себя отцом, почему вы иститься не сказали? Ну так а другого выхода же все равно не было. Будьте добры, пожалуйста. У меня свидетельство о рождении ребенка и документы, на которые вы собрались. Свидетельство о рождении ребенка? Это квитанция об оплате, то, что я платил. Хорошо. В отношении остального раздела имущества, что вы можете сказать? Только пополам нужно делить квартиру, потому что я останусь с ребенком. Я не про квартиру. Я вам сейчас скажу про что. Я сейчас пытаюсь с вами поговорить про мягкую мебель, журнальный стол, ноутбук, книги. Чехов, Толстой в 12-м году. Телевизор Сони, сервис, столовая, Черчилль, вазу и ковер армянский. Я про это. Ну так это что, пусть забирает. Все? Да, что? Вообще? Нет, ну диван, конечно, а как мы будем это без мебели? Как предлагает, так и предлагает. Суд удаляется для принятия решений. Теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования сца, позицию ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев все представленные документы, иска о расторжении брака удовлетворяет, и брак между супругами расторгает. Иск о разделе супружеского имущества суд удовлетворяет частично и признает за каждым из супругов право собственности на одну вторую долю квартиры. Суд передает в собственностистиции те предметы, которые были ею предложены для раздела, поскольку ответчик против предложенного раздела не возражал. Суд расторгает брак между супругами, потому что оба супруга на расторжении брака согласны. Суд производит раздел спорного имущества, как квартиры, так и предметов домашней обстановки и бытовой техники между супругами, потому что данное имущество было приобретено в период брака и является совместной собственностью супругов. Доля супругов в праве собственности на квартиру суд признает равными, потому что с каждой стороны на приобретение квартиры были направлены равное количество личных денежных средств, а денежные средства, взятые в долг, выплачивали с супругами в период брака из общего семейного бюджета. Суд произвел по предметный раздел предметов домашней обстановки и бытовой техники по предлагаемому истицу варианту, потому что ответчик с данным вариантом был согласен. Поэтому оснований для производства раздела по иному варианту у суда не имеется. Таким образом, истица ответчик, брак между вами расторгнут, квартира принадлежит вам в разных долях, остальное имущество, предметы домашнего обихода и бытовой техники, суд разделил в соответствии с вариантом, который был предложен истцу. Истица ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Исковые требования удовлетворить частично. Жалко, что квартиру придется делить пополам, но в конце концов я рада, что я не буду видеть этого обманщика больше и не буду воспитывать этого подкидыша. Все правильно. Такая бессердечная мамаша нам не нужна. А вдвоем с сыном мы не пропадем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА